Всем привет, с вами Овня. Давно я не выпускал видео, и это связано с тем, что у меня просто не было времени. Не было времени следить за каналом, делать для него контент. Да и в целом я пересмотрел свой старый контент, посмотрел, что вот даже в самом последнем видео про PUBG очень много матов, прям кажется, что не какой-то образованный человек говорит, а какой-то быдло просто. Поэтому сейчас я буду использовать минимальное количество мата, так как я понимаю, что меня могут смотреть не самые взрослые ребята. Они в это время могут сидеть с родителями, ну, вы сами знаете, что будет потом, после того, как родители услышат, что их чат смотрит видосы с матами на ютубе. Буду переходить непосредственно к теме видоса, потому что все, что я говорил раньше, это мало кому интересно. Вся аудитория, что у меня была жива, она, скорее всего, уже сдохла. Итак, начнем. Как научиться играть в Brawl Stars, если ты новичок? Вообще, это мой второй видос, как научиться играть. Первый мой видос был по Clash Royale. Он набрал 120 тысяч просмотров. Как по мне, это очень много. Я собираюсь этот видос по Brawl Stars, как научиться играть, разделить на две части. Это будет первая часть. Если я увижу, что этот видос вам зашел, он собирает много просмотров, много лайков, вы оставляете комментарии, то я запишу, обязательно запишу вторую часть. Сразу скажу, что в этой части будут не только мои советы, будут советы более опытных игроков. Один из них входит в топ 300 по миру, поэтому я думаю, что вам все-таки стоит прислушаться к этим советам. Конечно же, после всех советов, что вы услышите в этой игре, вы не станете каким-то проигроком и так далее, но станете ощутимо лучше играть. В общем-то, приступим к самим советам. Я думаю, вы долго их ждали. Ради этого я вас поливал водой две минуты в начале видео. Наконец-то мы к ним приступаем. Первый совет — это не покупать скины и боксы за гемы, а покупать даблеры по скидке или билеты. Поначалу лучше только даблеры. Сейчас разберу поконкретнее этот совет, что такое боксы. Боксы — это ящики, в которых хранятся карты. Я совсем уже для дебилов рассказываю, но все же. Боксы — это кейсы. Их всегда можно купить в магазине за гемы, но ни в коем случае этого не делайте, потому что это вот самая худшая трата денег. Затем, скины. Почему не нужно покупать скины? Вообще, в целом, скины можно покупать за гемы только в том случае, если ты уже имеешь полную прокачку своего аккаунта или у тебя есть какие-то лишние гемы. Но если ты только начинаешь играть, то покупать скины ни в коем случае нельзя. Отлично. Сэкономленные гемы тратим на так называемые удвойнители или по-другому их кличат даблерами. Что же эти даблеры делают? Они увеличивают в два раза количество получаемых жетонов после игры. После того, как вы научитесь более-менее нормально играть и у вас будет более-менее прокаченный аккаунт, можно начать закупать билеты для событий. Следующий пункт, который отличает обычного неопытного игрока от более-менее бывалого — это умение играть без автоатаки или хотя бы пользоваться ею в минимальных количествах. Поначалу на маленьких кубках вы примерно в 100% случаев будете сосать член, потому что на маленьких кубках чаще всего люди играют именно автоатакой, это очень сильно заметно. Поначалу будет очень сложно отучиться играть без автоатаки. Тем людям, которые только-только начинают играть в Бравл Старс, я советую учиться играть именно без автоатаки. Да, это нужно целиться, это нужно выполнить какую-то, блядь, работу, но при этом вы, черт возьми, научитесь играть и, поверьте, результат не заставит вас долго ждать. И буквально через некоторое время вы заметите, как ваши кубки растут вверх. Да и не только кубки. Главное, что ваш скилл будет расти вверх, потому что кубки — это не показатель скилла. Я не говорю о том, что про автоатаку нужно вообще забыть. Нет, автоатаку можно использовать, когда цель стоит на месте, например, ящики из столкновения. Отлично, перед тем, как начать следующий совет, я хотел бы вам рассказать о своей группе по дизайну. Там вы сможете заказать у меня оформление YouTube-канала, оформление своей группы ВКонтакте, создание превью для видео, логотипы, создание сайтов. Короче, все, что вашей душе угодно, вы можете заказать у меня в группе. Конечно же, заходите и те, кто просто хочет следить за моим вторым творчеством, помимо YouTube. Я занимаюсь еще и дизайном, как вы видите, и занимаюсь я им более активно, банально потому, что это приносит деньги, а YouTube мне пока что ничего не приносит. Буду очень рад вашим лайкам и вашей подписке. Эх, ну все, можно закончить саморекламой. Надеюсь, вы меня за это не задизлайкаете, потому что я буду очень плакать. Да. Теперь мы перейдем к следующему совету. Я думаю, что этот совет будет последним. Но он очень важен для поднятия скилла. Последний совет на сегодня это понимание цели режима, в который вы играете. Нередко замечают, что люди, вместо того, чтобы собирать кристаллы в соответствующем режиме, идут куда-то, чтобы кому-то просто наебашить и все. И потом удивляются, а почему же я так плохо играю, почему же я сейчас смотрю вот это видео, почему у меня так мало кубков? Ответ заключается в том, что ты, когда видишь человека, у которого девятый кристалл, и ему осталось собрать еще один кристалл, чтобы собрать десять и победить, ты просто идешь ебашить тех чуваков, у которых по ноль кристаллов. Зачем вы это делаете, я не понимаю. И в футболе, кстати, то же самое. Люди, вместо того, чтобы следить за мячом, чтобы он не попал в ворота ваши, а в идеале попал в ворота противника, начинают сражаться, просто устраивают замес, и в это время, пока они месят двух чуваков, кто-то третий из вражеской команды забивает гол. Все. Думаю, что на такой вот ноте можно закончить это видео. Пожалуйста, не пишите мне о том, что я матерился. Я и так очень сильно старался не материться в этом видео. Я из себя просто все выжил, чтобы использовать маты, если это уместно. Если же вам понравилось видео, понравилась подача материала мною, понравились советы, они были вам полезны, то ставьте класс. Если же вам не понравилось видео, то все равно ставьте класс. Классы это хорошо. Классы это классно. Субтитры сделал DimaTorzok